всем добрый день меня зовут алексей сегодня хотелось вам представить торговый центр марк анталия который находится в центре города остановка трамвая мурат паша данный торговый центр я ходил практически каждый день так как питался в фудкорте на последнем этаже и не особо понравилось питаться на улице потому что на улице присутствует некий аферизм и обман а фудкорте вы видите цену и заказ то что вы видите хотя в последний день тоже меня там турок обманул я заказал донор за 38 лир сегодня решил поездить в турецком заведении торговом центре и в итоге он мне принес счет на 70 лир я как пытался ему объяснить я ну что ты много с меня берешь но глаза пол опустил вот он этот товарищ вышагивает и все я могу ты не честный человек то нехороший человек но ему вообще по барабану на первом этаже при входе есть starbucks в котором вообще всегда очереди и вот сколько времени ходил вообще ни разу не было чтобы там не было очереди оставить очередь я лично не хотел поэтому так кофе мне они не получилось попить starbucks за две недели я посетил 4 торговых центра первый торговый центр это вот migros огромный торговый центр за пляжем каньалты находится довольно ты неплохой там много разных западных брендов потом торговый центр и моло фанталия эту сторону аэропорта как ехать огромный чай огромнейший торговый центр очень такой длинный там нами полкилометра длиной эти ряд торговые ряды сравнение с другими торговыми центрами там не так много людей но принципе довольно таки неплохой выбор там что-то вы тоже себе найдете я лично искал себе об эффект и у эффекта нашел только в одном торговом центре это торговый центр террасити район фнр маяк ехать в сторону лары туда ехать нужно уже на автобусе но мы сегодня разговариваем про торговый центр марк анталья поэтому пройдемся по торговому центру если вам нужна обувь то имейте ввиду то что обувь в турции надо брать на размеры больше а может даже на полтора размеры больше не допустим я искал ботинки эко и вот нигде больше не мог найти только вот в террасити и пришлось покупать там размер больше 46 меня 45 пришлось купить 46 зашел в грозен посуды классная посуда вот и чайники турецкие стоит комплект 227 лев под супруги купил кеды кроссовки лакоста у нее 36 размер купил ей 37 думаю онлайн и подойдет оказалось что малы нужно было брать наверное 38 размер или 37 с половиной пробок пылесос и 500 марк анталья на минус первом этаже принципе очень много там разных спортивных брендов спортивных этих магазинов где вы можете купить себе довольно таки неплохие вообще и бывают там такие классные модели которых я к меру россии даже не видел но и цены там соответственно тоже дешевле примерно в пределах 1000 лир 1000 лир это три с половиной тысячи рублей вы купите себе классные кроссовки nike так здесь делают массаж про массаж про массаж но поймал вот так там делает массаж и не массаж делают а гладит просто выбор очень большой если вам вы хотите примеру там сэкономить вы можете поехать в аутлет который нужно ехать с торта мол анталия есть аутлет nike в этом аутлете все те кроссовки которые в торговых центрах стоят по 1000 лир 1000 1000 1100 1050 там они стоят 800 лир по сути дела до 800 850 тоже большой выбор одежды со скидками рядом там находится аутлет коллинз если вам интересно и вот этот торговый центр марка анталии он может быть чем примечательно там наверное больше представлено турецких разных брендов других торговых центрах у тайны больше упор идет на какие-то такие западные европейские бренды марка анталии вы этих брендов можете даже не найти вот турецкий магазин ава хорошие там вещи турецкие рубашки пола он 199 лир уже я попал 250 был толпи не и лбис классик занята зашел учет какая-то шляпа из турецкого бренда мне понравился вот магазин ава купил там футболку типа пола 250 лир а уже буквально через неделю прохожу там еще больше они скидку сделали уже эти же рубашки продаются по 200 лир карден кардене вещи конечно классные но ценник там какой-то безумный и пикер и пикер женский хорошие еще хотел отметить что когда выходите из центрального входа марка анталии буквально вот через остановку трамвая будет магазин там продают луком я в этом магазине купил луком тоже такие упаковывать подарочные коробочки там парень по-русски говорит в этом магазине это по сути фабричное производство и цены там оптимальные там цены вот на вкусные вот эти луком которые сметаны от 100 по моему 30 лир за килограмм и на не быстро портится там по му трое суток у них срок годности а уже другие более долго долго срока хранения там где-то 250 200 230 250 лир и когда вы покупаете можно положить разные коробочки эти коробочки упаковываются перевязываться бечевочкой очень так красиво и хорошо смотрится поэтому тоже обращаю ваше внимание прямо через дорогу увидите такой магазин как раз этот лук фабричный луком цена примерно в три раза дешевле чем вот если вы пройдете по этой пешеходной улице где там продают этот луком где ни цен вообще ничего нет просто вы купите и потом немножко удивитесь сколько вы отдали за эту коробочку лукума поэтому в турции в анталью частности надо вообще всегда смотреть потому что и делись я как я сказал что вам вас везде пытается немножко обмануть достаточно дорогой очень дорогие здесь чашки крышки тарелки так недешево на один стакан 105 лет лет и это комплект непонятно ну вот комплект 6 штук 200 лет конечно вообще бредятина какая-то что касается пункта обмена валюты пункт обмена валюты самый наилучший курс этот пешеходная улица который идет от марка анталия туда к морю и самом конце уже есть эти пункта обмена валюты где дают больше всего за за доллар в марка анталии тоже есть пункт обмена валюты но там чуть хуже курс также если вы что-то покупаете в магазине могут у вас принять доллары вот я допустим покупал плавки и меня не был с собой лир и искали не вопрос мы возьмем долларом они позвонили куда-то спросили какой-то курс и меня в курс получился средний между курсом вот на этой улице где хороший курс и курсом который был в магазине марка анталии такой где-то посерединке поэтому принципе можно даже не заморачиваться ну как бы когда наличными расплачивался также при оплате покупок практически везде проходит карта мир просто нужно сказать что я плачу мир и в некоторых каких-то отделах они там достают какой-то другой терминал будет какой-то там не знаю код определенные и вот оплата по карте мир проходит по карте мир даже наверно выгоднее платить чем там сдавать эти доллары магазин спортивных товаров продуктов вернее также можно снимать наличные в банкоматах просто нужно смотреть на указатель чтобы был какой-то шильтик или там наклеечка что там в этом через этот терминал банкомат можно снимать через карту мир 400 лет такая рубашонка 489 лет так синие полоски и штаны 639 лет джинсы 189 таки интересный материал обувь какая-то немножко странная а не сказал что больно красивая что тут недорогая 700 лир я вот примеру ходил магазин бим тоже там рядышком и в этом магазине бим меня два раза пытались прям в наглую обмануть просто там если берешь там на 70 лир чего-то тебе раз 150 лир включает в чек то чего ты вообще никогда не пробивала когда начинаешь уже выяснять они просто тупо все это я убираю конечно никаких неизвенений ничего нет когда вы что-то покупаете магазинах сразу сверяйте чек если что-то не то прям сразу же разбирайтесь а как я попал в субботу в субботу все жители местные жители берут детей едут либо на море но на море было видимо жарко и все приехали в торговый центр вот на минус первом этаже как раз сейчас начнется какое-то детское шоу а вот сейчас увидел береговая охрана турции выставила павильон оборудование для подводного плавания это слухотворение детей непонятно вообще зачем там площадка думает любая фили в башне больше ничего там нет вот очередь стоит и вот в этом павильоне подемонстрирует суда на которых они охраняют берег оборудование для подводного плавания ну довольно таки интересно дали мне журнальчик в котором все подробно описано на английском на турецком языке поэтому вот выходной достаточно интересная нагулять по таким торговым центром и как и и и и и и и и и брюки и aquí вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok